Дело Грациотова вновь перенесли. Субсидию на жилищно-коммунальные услуги теперь можно получить по упрощенному порядку. К 600-летнему юбилею Одессы в библиотеке имени Горького представили выставку книг. А теперь об этих и других событиях более подробно в студии Максим Малынов. Здравствуйте. Рассмотрение резонансного дела Грациотова вновь перенесли из-за неявки свидетелей. Напомню, что в августе 2010 года на Соборной площади Вячеслав Грациотов во время драки с двумя молодыми людьми ранил одного из них, нападавших ножом. Рана оказалась смертельной. После нескольких лет судебных разбирательств прокуратура отказалась от обвинения, однако родственники погибшего подали апелляцию, которая постановила рассмотреть дело в суде первой инстанции заново. Необходимость присутствия свидетелей стороны расценили по-разному. Мы отказываемся проводить судебные расследования без их явки, потому как для нас это важно. Сколько я знаю, Совко давал показания и Нажимова давали показания о том, что они все-таки встретились с господином Грациотовым не на Соборной площади, как заявляет последний, как отражено в материалах расследования, а именно в торговом центре Фина. Это явно покажет недостатки досудебного расследования. Наша основная цель является управление этого дела на дополнительное расследование. Свидетели, которые сегодня не явились, являются свидетелями потерпевших. И не пришли они только потому, что потерпевшие сознательно занимаются затягиванием рассмотрения этого дела, как они занимались затягиванием рассмотрения этого дела и до этого. Свидетели, которых они хотят допросить, много раз уже были допрошены разными составами судов. И допрашивать, собственно говоря, их уже бесполезно, потому что уже все в материалах дела есть. Оформить субсидии на жилищно-коммунальные услуги теперь можно по упрощенному порядку. С начала мая все ограничения на выплаты отменены. Какие документы нужно подготовить и как можно получить льготы, одесситам расскажет Ирина Стрябко. Получить субсидии на жилищно-коммунальные платежи сегодня легко и просто. Для оформления льгот необходимо предоставить только два документа – заявление и декларацию, которые нужно внимательно заполнить. Сложного в заполнении в принципе нет ничего, но заполнять надо очень внимательно. Получив сегодня уже эти бланки, мы видим, что, к сожалению, люди пишут то, что вот они хотят, не читая то, что нужно. Ведь там четко прописываются те данные, которые человек просто должен указать. По словам чиновника, получить субсидию может любой гражданин, вне зависимости от социального статуса и финансового достатка. Если раньше для всех был обязательный платеж установлен на уровне либо 10, либо 15 процентов, в зависимости от того, была семья, состоящая из нетрудоспособных чинов семьи или трудоспособных, то сегодня для каждой семьи обязательный платеж индивидуален. И рассчитывается он, исходя из совокупного дохода, чем выше доход, тем больше семья платит. Чем меньше доход, тем меньше семья платит. Однако некоторые ограничения все-таки существуют. Единственным ограничением, которое сегодня не дает права на назначение субсидий на общих основаниях, является приобретение семьи или покупка предметов долгосрочного пользования, либо оплата каких-то услуг стоимостью свыше 50 тысяч гривен. Также Елена Китайская уточнила, что заявление о назначении жилищной субсидии должно заполнить лицо, на которое открыт лицевой счет по уплате жилищно-коммунальных услуг по месту регистрации. Кроме того, в декларации необходимо указать совокупный доход. После того, как субсидия назначена, мы имеем право и обязаны перепроверить все те данные о доходах, которые указаны в декларации. И если человек указывает недостоверные данные, то по закону он несет за это ответственность. Готовые документы нужно сдать в Управление труда и социальной защиты населения по месту жительства, либо отправить по почте. Каждое утро десятки водителей рискуют попасть в аварию на французском бульваре. До 10 утра ездить там можно только в сторону центра. Многие автолюбители игнорируют запрещающий знак и выезжают на встречную полосу по трамвайным путям. Сегодня утром на этом участке правонарушителей выявляла Дорожная инспекция ГАИ. Ловить автомобильных хулиганов помогала и наш корреспондент Олеся Повар. День только начался, а на дорогах уже поток машин. Большинство транспорта едет в сторону центра. Для удобства водителей существуют некоторые ограничения. С 7 до 10 утра движение на французском бульваре запрещено. Но водители пренебрегают правилами дорожного движения и создают аварийную ситуацию на дороге. На трамвайные пути один за другим выезжают легковые автомобили и даже фуры. Увидев патруль ГАИ, водители разворачиваются в обратную сторону. Более смелые продолжают движение. При остановке Дорожным инспектором водители оправдываются, что не видели знак или очень спешат. Другие говорят, мол, трамвай здесь давно не ходит и ехать безопасно. В силу своей привычки люди продолжают двигаться в встречном направлении в данном участке времени, в связи с чем создают аварийные ситуации и продолжают устраивать заторы. Дабы это предотвратить, проводятся данные мероприятия. На горячую линию милиции неоднократно поступали жалобы на этот участок. Люди, которые живут по соседству, устали от того, что водители игнорируют правила дорожного движения. Мы почти постоянно. Казалось бы, здесь нету пробки, тянучка называемая. То есть, не едут, но едут все-таки. Ну, все равно надо как будто обогнать, поехать. Ну, вот ужасно, шарахаешься, неожиданно. Наскакивает и бежит, куда там чится. Запрет ввели, чтобы разгрузить движение на бульваре и сделать проезд в центр города более свободным. А тем, кто не замечает или не хочет замечать знак, в лучшем случае грозит штраф от 255 гривен. Олеся Повар, Дмитрий Бондаренко, 7 канал. В библиотеке имени Горького представили выставку книг к 600-летнему юбилею Одессы. По мнению некоторых ученых, именно столько исполнилось нашему городу. Исследователи говорят, что упоминания Хаджибеи можно найти еще в издании «История Польши» 1710 года. На выставке представили книги с версиями ученых о том, что было с городом до того, как его назвали Одессой. Большинство трудов о Хаджибеи и истории его заселения. Есть работы и современных авторов. Все посетители библиотеки имени Горького смогут с ними ознакомиться. Мы считаем, что погружение в историю только поможет больше сформироваться гражданской позиции Одесситу и украинцу в частности. Новая территория отдыха. Скоро Одесситы смогут гулять в новом парке. На пересечении улиц Башта, на Репиной и Фонтанской дороге специалисты создадут парковую зону. Проект уже согласован с органами госнадзора. Детальный план реконструкции на месте бывшего санатория здоровья утвердил градостроительный совет в конце апреля этого года. Благоустройством займется компания с многолетним опытом «Кодоргрупп». На 20% территории построят школу для жителей Большого фонтана. Учебное заведение будет рассчитано на 500 детей. Остальная часть территории будет парковой. Три гектара земли превратятся в ухоженную зону с локациями в виде детских площадок и мест для отдыха горожан. В субботу на Одесской киностудии откроют новый кинотеатр. Здесь заменили экран и звук, купили другой кинопроектор. Смотреть в фильме будет намного приятнее. Новая площадка называется «Инотеатр». Ленты обещают показывать интересные и редкие. Экскурсию по новому кинотеатру для нашей съемочной группы провели кураторы проекта. Максим Ковальчук ведет нас знакомыми коридорами. Мы попадаем в кинозал на территории киностудии. Пока что здесь красный бархат, ремонт и много деревянных досок. Но уже в субботу место будет выглядеть по-другому. Кураторы проекта «Инотеатр» решили, что хорошее кино надо смотреть только в хороших условиях. Вот совершенно облик не поменяет, но можно будет посидеть и почувствовать со временем, что здесь можно сидеть, например, и не умереть от холода. И там картинка изменилась, потому что другой экран. Звук изменился, потому что поставили новый звук. Купили новый проектор, в другом качестве будет транслироваться кино. Теперь здесь такие звукоэкран, что «Инотеатр» готов принимать Одесский кинофестиваль. Здесь будет даже лаунж-зона. Прямо перед сценой появятся кресла-мешки. Можно будет перед сценой находиться с большим комфортом, скажем так. Потому что когда сидишь в первом ряду, то ясно, что не очень удобно задирать голову. Кураторы «Инотеатра» – люди молодые, но серьезные. Работают со всеми основными дистрибьюторами фильмов в Украине и России. Одесситам обещают показывать новое украинское, артхаусное и мейнстримное кино. В целом мы будем ориентироваться на то, чтобы довозить сюда те картины, которые не доходят в широкий прокат. Такого в Одессе нет, мы стараемся посильно доставать кино. Не просто брать то, что нам предлагают, а вот как-то так влезать в этот поток. Раньше ребята из «Инотеатра» избегали стен. Своё особенное кино показывали в парках, на море и лестничных площадках. Это новое время, это действительно мы другие, город изменился, и мы хотим уже иметь свои стены, где мы могли показывать своё кино. Здесь как раз и формат очень важный, понимание. Это инотеатр, это другое. Это не просто кино и не просто кинозал. Здесь место всегда есть музыки, здесь есть место всегда автору, и в принципе здесь есть место всему тому, чтобы есть понятие культурной индустрии. Кино будут показывать каждый день с шести вечера до полуночи. Билеты 35-40 гривен. А в субботу вечером на открытии смотрите фильм «Браты. Остань я споведь». Украинская биографическая лента о сложных взаимоотношениях двух братьев Гуцулов, снятая в Карпатах. Называют её скандинавской историей с гуцульским колоритом. Это фильм по мотивам романа «Шмелиный мёд», Торгни Лингрена, шведского писателя и лауреата Нобелевской премии. Старые и новые хиты, тот же фронтмен, но другой коллектив. С концертом в Величёвске побывал Сергей Михалок и его группа «Бруто». Музыканты как раз гастролируют по Украине. Величёвский концерт посетили тысячи поклонников, приехавшие из других городов и даже стран. Неожиданной для фанатов стала встреча с близнецами из клипа «Месяц». Подробности далее в сюжете. Со сцены звучит известный хит любимого миллионами коллектива. Это группа «Бруто», созданная лидером Ляписа Трубецкого Сергеем Михалком. До утра готовы слушать эти песни поклонники группы. Их здесь тысячи. Приехали из других городов специально ради «Бруто». Здесь и коллеги по цеху говорят о главном качестве фронтмена группы. Время всегда задаёт художнику, творцу какие-то сложные вопросы. И Сергей Владимирович на эти вопросы отвечает чётко. И мне, как человеку творческому, искренне по-доброму завидно, потому что он смелый человек. И эта смелость даёт такую энергию, которую сейчас творческие люди, к сожалению, не источают. Стиль, в котором играют музыканты, называется пламенным партизан-роком. Сами участники коллектива говорят, время такое. Надо подбадривать и оставаться человеком. Если получили пару песен, то действительно хочется заниматься спортом, меньше пить и меньше курить. Под громкую ритм-секцию и гитарные аккорды танцуют весь юг Украины. Одесситы, херсонцы, киевляне. Послушать тексты Михалка приехали поклонники из Молдавии и Беларуси. Спасибо, ребята! Белорусско-украинская бригада творческого террора и музыкального отпора. Руки! Запомним! Нет, кровь! Запрыть не просто! Кровь с молотком! Руто! Достов! Шквал аплодисментов звучит до, во время и ещё долго после концерта. Звук сливается в один и по залу разносится. Синхронное соединение тысяч рук. Зал ликует, танцует и взрывается эмоциями. Выступление жаркое. Бруто обрушивает на зрителей неимоверно мощную энергию. Её ощущают и самые маленькие фанаты. Близнецы Саши и Володя. Говорят, что очень ждали этого концерта в своём городе. Сергей Михалок – их кумир ещё со съёмочной площадки, где они сыграли свои роли в клипе «Месяц». В гастрольном туре по Украине экс-ляпи Струбецкой уже как бруто даст два десятка концертов, покорит новых фанатов и порадует старых. Не сдаёмся. То есть Одесса – это Украина, Ильичевская – это Украина. Вот это самое главное, наверное. И вот нам они дали вот такого духовного позитива. Бруто с вами до самой смерти. А умрём мы гораздо позже наших врагов. И это главное. Вместе с группой Бруто жить долго и позитивно планируют Татьяна Милимко, Наталья Смирнова и весь Седьмой канал. И это все новости к этому часу. Корреспонденты Седьмого канала продолжают держать руку на пульсе нашего города. О самых важных событиях из жизни региона мы расскажем вам меньше, чем через два часа. До встречи на Седьмом в шесть вечера. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok